Добрый день всем! Вернее, утро. Мы тут завтракаем. Попозже начинают вещи таскать. Дариночка домывает посуду. Мы набрали воду. Куда мы это все будем ставить? Вообще непонятно. Детей мы уже одели, погладили все. Вот тут Санечка. Сейчас уже будем заканчивать. Это все сейчас наверх унесем. Телефоны тут наши все стоят. Так, мне надо сейчас плойку включить. Сейчас я закончу тут все. Собирание. Холодильник у нас сегодня полный будет. У нас продуктов только... Вот мы набрали, практически ничего не ели. Кстати, купили пельмени, мы их все выкинули. Такие поганые есть невозможно. Ну, почему, идеально, нормальные? Да их есть невозможно. Как вы их ели? Не знаю, да, но мы ели, да? Ужас, ужас. Так, ладно, все, мы собираемся и уезжаем. Ну, хочу сказать, уфа мне понравилось. Люди такие прям доброжелательные. Даже молодые, знаете, вот инораз, как бы молодые такие, как сказать, ну, это какие-то строят из себя там, что не отвечают как-то. Мы вот в доме даже девушка с нами ехала на лифте. Прямо так хорошо отвечает. Такая, ну, вообще молодец. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Вот женщину, у которой мы снимали комнату, все так прям, тоже так хорошо и счастливого пути вам. Ну, как бы понравилось мне. Мы еще были в парке отдыха там, ну, и у мужчины-то громко музыка играла. Я подошла, говорю, можно нам хотя бы пять минут без музыки? Он, да, без разговоров раз выключил. Как бы очень хорошо. И в транспорте мы вот ехали, уступают место сразу. Ни разу, нигде, даже взгляда такого недоброжелательного не было. Мне очень понравилось здесь, в Уфе. Мы на проспекте Салавата-Ялаева. Это, я думаю, наверное, главная, наверное, да, улица или нет? В общем, не знаем. Ну, и вот мы уже выезжаем. Собирались мы два с половиной часа. Капец. Как говорится. Встали рано, рано. Что-то как давай собираться. Боже, боже. Вася так ругался. Дети понабрали всякой еды в магазине. Ничего не ели. Вот взяли яблоки. Одно яблоко Саша сегодня кое-как половинку съела и выкинула. Небо, ну, черешню съели. Бананы, черешни, яблони, бананы. Короче, все лежит. Помидоры, огурцы. Пельмени мы выкинули. Я сказала детям, что я кормить не буду. Как хотите. В общем, вот. Едем мы пока до Самары. Мы уезжаем за Татарстан. Так быстро время прилетело. В прошлом году только тут были. Ехали этой дорогой. Сегодня прохладнее. Прислали нам предупреждение, что возможен град. На улице, наверное, градусов 25. Выходишь прям прохладненько. А, смотри, дом. 33? 23. На 23 дальше? Молодой дом. Дом красивый, да. Вон какой дом красивый. Мотель написано. Мотель. Угу. Сейчас мы скоро будем останавливаться. У нас там быстро супы есть, которые кипятком запариваются. В кафе не будем заходить. В кафе? Да. Вот смотрите, только в Татарстан въехали. Вот только и сразу, видите, нефть качает. А мы в прошлом году не знали. Думаю, что это там такое дело. Почему вот были в Башкирии и не было главное. Только въехали в Татарстан. Какая-то мистика на самом деле. Вон там он еще сейчас будет стоять. Вон, видите? Вот, вот. Как так? Мы буквально несколько, 2-3 минуты въехали, а уже сразу нефть. А в Башкирии нету, что ли, или есть? В Башкирии мёд-то бывает. Мёд. Башкирский мёд. Мы остановились перекусить. Там какая-то собака с заправки. Вот, 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 вот. Ну, какие огромные. Вот тут вот собачки. Настя перечисляет, какие подарки Саше подарили. Мы вот так вот тут расположились. Кофе сильно горький сделала. Где у нас и кружки, не могу найти, куда я их сделала. Надо будет купить нам хотя бы две кружки. Саш, наелась? Наелась? У нас еще сыр там есть. Сейчас я поделю кофе напополам, мне и папке. И будет нормально. Папа поел суп. Вон, видите, он там еще ест. Сказала, что она перезвонит. Перезвонит. Так, все. Так, мы тут перекусим. Надо есть, потому что у нас столько, ставить там некуда. Так, дети, допейте, дайте нам, это, Сашенька, Сашенька, допейте, нам кружка нужна. Надо купить штучки две таких. Хотя у нас дома есть. Вот, иди к Алиночке, она тебе даст попить. Ну, это не ешь, сейчас я вырежу. Папка накричал, все по яблоку сразу взяли. Вот купили, хоть бы одно съели. А нет, Садечка ела, да? Два даже? Ну, мы для Санек покупали. Что, вкусные яблоки? Мам, город. Где город? Там курорт какой-то, Сергеевский курорт. А это яблоко, когда я вот это съела, она кислая. Угу, угу. Вот сейчас покушайте яблоки, сейчас аппетит как разыграется, как пойдем вас кормить. У нас там в комментариях пишут почему. Мне будет папа на руки держать так, я буду как волна плавать. А, ты уже сидишь тут мечтаешь, как волна плавать? Да. Мама до Самары не спрошлась. Мы мимо Самары пролетим, где-то сто осталось до Самары. Но мы прям вообще боком пройдем. Мы поставили навигатор до Саратова, мимо Самары. Там, Олеш, что ты совсем не ешь, спрашивают. Я ем. Саньки напополам, представляете? Что эту не уговорить покушать? Что эту? А я съедаю. Ну, кто б сомневался. Да что мы и то кушать стало хорошо. Да, Тома? Я всю тарелку съедаю. Ну, молодец, молодец. Было бы ехать вообще хорошо, если бы все время связи было, да? Связи нет. Олешенька, что у тебя там яблоко, наверное, прилипало? На брови. Да. Оленька, кстати, брови красила. Ты красила все брови? Нет, только твоя дома была. А, ты собиралась, не успела покрасить? Понятненько. Ну, их пока не надо. Угу. Ой, как вкусно яблоки козь уют. Тома, ну-ка, одень обратно, быстренько. Зарин, ты что, не пристегнута? Пристегнута. Как ты пристегнута, когда он вообще сзади? Женя, ты? Женя нормально пристегнута. Ой, ладно, все, поедем дальше. Мы очень злые. Ну, все, кушайте. А? Ой, собачка. Твертая? Хорошо. Да. На улице как прохладно. А я Томе такую тоненькую-тоненькую футболочку дала. Так, пойдемте. Где? А, вон, касса написана. Тома, ты сюда пошла. Так, где это? Все, пошли мы заправляться. Зашли мы на заправку и заодно решили покушать. Ну, кто покушает? Папа, Дарина и Женя. Мы втроем отказались. И Тома. Тома хотела блинчики. Блинчиков нет. А знаете, остальная выпечка, она вся жареная во фритюре. Такая жирная. Прям я даже вообще не хочу. Ну, в общем, вот так вот. Ой, это не... Две котлетки. Поняла, почему-то две котлетки положили. Ну, там две как раз. Ну, ладно. Вот разделили. Олешенька, сходи попроси еще одну вилку, я покормлю Тому. Сашенька, может, ты-то тебе поешь хотя бы котлетку? Я тоже сегодня ничего не заказывала. Я вообще не хочу. Не могу. Вот тебе котлетка, вот мне, хорошо? Пап, тебе похоже маленькая, сильно порта. Давай еще что-нибудь закажем. Ты кушать хотел, давай что-нибудь закажем. Ну, это совсем нечего есть. Пап. Не хочет ни в какую есть. Во, кушайте, кушайте. Умница. Это же я, это мне. Во, хорошо. Это две, потому что так, вот так. Ну, вот. Приятного аппетита. Спасибо тебе. Еще котлетку есть. Во, во, торт, Тома. У нас торт остался. Мы сейчас тут немножко поедим торт. Мы поели, а папа решил еще кофе попить. Женя, у тебя свой интернет должен быть. Чего я должна все разговаривать? Так, дочи, а дайте я вас тортиком покормлю. Папа. Женьку вытаскиваю и выкидываю. А что? Сколько я стояло-то? А, это Доринин старый телефон. Папа. Ну, выкини, конечно. Я могу и вылезать пить. Такой, папочка, на. Тортик хочет. Да, конечно, надо было еще что-нибудь заказать. Где-то вилка у тебя там. Папа, она мне телефон, я его кину как. Кинет, как она. Так, Петя, тортик. Кофту снимай. Кину. Сейчас покажу немножко. Вот Татарстан на самом деле так красиво тут. У нас в Сибири красиво, но тут вообще мне нравится. Видите, как там сборки такие. Как будто, как их, знаете, как будто, как косят, что ли. Вот как-то все так чистенько, красиво. Тут зелененько, а тут по-другому. Тобака большая лежит. Было прохладно, сейчас опять стало вообще горячо. Мы решили тут кофе попить. Может кто-нибудь что-нибудь поест. Хотя дети вообще не хотят ничего. Ну, ты-то точно не ела. Я тоже ела. Сейчас Дариночка прибежит. Помидорку дать тебе, красота моя? А? Нет? Яичко можешь почистить. Мы вообще поссорились с нашим навигатором. Перед Самарой, получается, Она нас повела немножко, как бы, боком. Ну, мы идем, как бы, в два телефона. Васин и мой. И едем, едем. Мы, знаете, едем прямо... Ну, как сказать... Проселочными дорогами, какими-то селами. Вывела... Короче, увела нас трассы. Мы проехали, не знаю, часа три, наверное, по этим всяким. Кое-как вот на трассу выехали. Но трасса тоже какая-то не такая. В общем, мы не там поехали. Мы до этого ехали на ровной, хорошей дороге. Европейский... Как-то там называется. Ну, в общем, европейская дорога или как ли. Вот. А сейчас мы едем вообще непонятно где. Яма на яме. Ни кафе, ни заправок, ничего. В общем, для чего вот этот навигатор так ведет, когда нам нужно, например, ехать-то по основной трассе? Ну, мы в основном для чего включаем, чтобы... Скорость, как Вася, там посмотрел, или... Может быть, на... Скорость скорости. Может быть, не надо бы и включать этот навигатор. Поэтому она бы нас, может быть, и не... Мы бы ехали-ехали по главной дороге. Нет, мы слушаем этого навигатора. И едем мы вот непонятно где. Видите, никого нет. Одни мы тут только ездим. Ой, короче, не знаю. Встретили мы там одного мужчину, спросили. Потому что она нас вообще опять повела куда-то по проселку. Я говорю, нет, мы по проселку не поедем, поехали здесь. Ну, вот едем тут. Вроде как немножко получше дорога. Там вообще убитая. Он сказал, вроде как через 30 километров будет как бы и остановиться. Ну, не знаю. Видите, тут нет ни фор, ничего. Ну, короче, одно расстройство. Думали, пораньше остановимся. Вася устал. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Мы в прошлый раз, когда ехали, мы заезжали в Самару. Потом из Самары выезжаешь и едешь нормально. А этот раз, мы думаем, мы не поедем в Самару. Сразу набрали в Саратов. И вот она нас как повела, повела. Вот и едем непонятно где. Смотрите, какие домики интересные. Все одинаковые. Их так много. Тебе голубка. Так это не та. Хотела побольше показать вам. Вот они все, все однотипные, но тут уже не такие. Мухэтажные.